Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Готовятся принять первых заболевших. Коронавирус может попасть в Россию в феврале. Грозит ли нам эпидемия? Грозит ли нам эпидемия? В регионе будет создан оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Сегодня в правительстве региона на заседании специальной комиссии обсуждают меры безопасности. Коронавирус может дойти до России в феврале, таковы прогнозы специалистов. От так называемой китайской пневмонии уже погибли 132 человека и 6000 заражены вирусом. Это последние данные Всемирной организации здравоохранения. Как сообщают СМИ со ссылкой на различных российских экспертов, появление инфекции в нашей стране лишь вопрос времени. Впрочем, эпидемии не прогнозируют. Сейчас во всех регионах страны, в том числе и в Омске, готовятся принять первых заболевших. Эпидемиологи получили новые тест-системы для диагностики. В аэропорту проверяют пассажиров всех международных рейсов. Между тем, турагентство фиксирует спад интереса к поездкам в Китай. Жители Омска начали отказываться от полетов в Поднебесную и сдают заранее купленные туры. Российские туроператоры уже сняли полетные программы в эту страну в связи с обращением Федерального агентства по туризму. Ростуризм рекомендовал временно воздержаться от полетов в Поднебесную. Сейчас в КНР на отдыхе находятся больше 5000 российских туристов. Все они должны вернуться домой к началу февраля. В Таре объявили чрезвычайную ситуацию из-за отключения отопления. Без газа осталось больше 200 домов. Отключения начались накануне вечером. По предварительным данным, в газопровод попала вода. Поставщик сообщил, что никаких ограничений не вводил. Сейчас ведется проверка. Уже начались работы по восстановлению газоснабжения. Все подробности в нашем следующем выпуске в 17 часов. К другим темам. Житель Омска похищал оружие из войсковой части. Мужчина работал срез слесарем по ремонту вооружения одной из частей Омского гарнизона. Дома оперативники нашли у него целый арсенал. Обнаружена основная часть и комплектующие огнестрельного оружия. Как похищенные из части, так и добытые в ходе нелегальных раскопок. Кроме того, на рабочем месте мужчины был тайник с ударно-спусковыми механизмами к автоматам, которые он похитил и хранил для последующего выноса из части. Судом горе-оруженник был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Сотрудниками ФСБ России по Омской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном хищении в одной из войсковых частей Омского гарнизона частей к боевому ручному стрелковому оружию. В дальнейшем, совместно с сотрудниками отдела ФСБ России по Омскому гарнизону был установлен гражданский служащий, организовавший данный канал хищения оружия. Больше грузы – больше не угроза для омских дорог в области. Готовится к открытию передовая система автоматизированного весогабаритного контроля. Как она работает сегодня, продемонстрировали губернатору, специалисты управления дорожного хозяйства. На трассах появилось 9 постов с датчиками и камерами. Информация о нарушителях автоматически отправляется в ГИБДД. Штрафы за перегруз от 150 тысяч рублей до полумиллиона. Тысяча нарушений выявлено только за январь. Пока посты работают в тестовом режиме, но уже в феврале недобросовестных водителей начнут нещадно штрафовать. Установили систему в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обошлась она почти в миллиард рублей. При этом все сделано на средства инвестора. Омская область будет рассчитываться с ним в течение пяти лет. Экономический эффект превысит все затраты многократно. Причем главное здесь не сами штрафы, а экономия на дорожных ремонтах. Мы посчитали, что в течение трех лет мы получим более трех миллиардов. Это штрафы, это сохранение дороги. И третье – это выписывание разрешения на провозку крупногабаритных грузов. Ну и с превышением нагрузки на ось. Поэтому здесь, я считаю, область выиграла. И это то, что сохранит наши дороги. Омский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Речь идет о сумме в 27 миллионов рублей. Силовики уже провели обыски в офисе компании «Регионстроймонтаж». Изъяты необходимые документы, финансовые отчеты. Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы. Документы компании свидетельствовали о приобретении товарно-материальных ценностей, выполнении работы и оказании услуг с рядом юридических лиц, которые фактически товары не поставляли, работу не выполняли, а услуги не оказывали. После этого, по версии следствия, бизнесмен включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации и уклонился от уплаты налога. Расследование продолжается. В ходе предыдущей проверки установлено, что директор создал фиктивный документоборот с рядом организацией, что позволило ему не уплатить налоги на общую сумму более 27 миллионов рублей. Настоящее проверение проводится. Следственные действия направлены на установление обстоятельств совершения преступления и возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ. Готовить будущих инженеров в Омске будут с начальных классов. Для этого в городе построят специализированную школу. Появится она в рамках нацпроекта образования. О планах на 2020 год рассказала сегодня на пресс-конференции министр образования региона Татьяна Дернова. В этом году на развитие отрасли направят почти 2,5 миллиарда рублей. Большая часть этих денег пойдет на строительство и оснащение новых школ. Два учебных заведения откроют уже в этом году. Стройка сейчас идет в микрорайоне Амурский-2, а также в Иселькуле. Еще четыре объекта начнут строить в Горьковском, Черлаке, Ясной Поляне, а также в Омске на улице Завертяева. Всего к концу 2021 года должно быть введено более 4 тысяч школьных мест. Запланировано и строительство уникальной школы в микрорайоне Космический. Совместный проект с нефтехим проектом – это будет инженерная школа. Обучение будет вестись как раз с углубленным изучением предметов технической направленности во взаимодействии с предприятиями промышленными для подготовки будущих кадров и абитуриентов наших технических вузов. В этом году откроются еще 42 центра развития детей «Точки роста». Для учеников из районов области станет работать и передвижной кванториум. Это своеобразный технопарк на колесах. Продолжится оснащение школ компьютерными классами и подключение к высокоскоростному интернету. Масштабный ремонт запланирован в 9 спортивных залах в сельских школах. Устроили фотоохоту на железных птиц в Омском аэропорту. Сегодня стартовал первый зимний спотинг. Наблюдение за самолетами через объективы камер – одно из популярных увлечений среди фотографов. Такие фотосессии устраивают в Омске каждый год. Но вот зимой они проходят впервые. И минус 22 градуса за окном фотоохотников не испугали. Ради эффектных кадров в Омском аэропорту собрались почти 40 фотографов. Причем не только из нашего, но и из других регионов. К споттерам присоединилась и моя коллега Анна Кокорина. Она сейчас на прямой связи со студией. Анна, здравствуй. Морозная погода не охладила пыл фотографов. Удалось им сделать уникальные снимки? Аня, здравствуй. Вообще, если честно, морозы совершенно не чувствуются, поскольку все люди подготовлены. Многие приехали в валенках, в двойных куртках. В общем, мороз нам не страшен. А то, что касается эмоций, их уже более чем достаточно. Буквально полчаса назад здесь, в Омском аэропорту, приземлился лайнер из Нового Уренгоя. Как это было, давайте посмотрим с максимально близкой точки. Субтитры делал DimaTorzok Но, а то, что касается самого красавца, вот вы можете его сейчас рассмотреть в полной красе. Лайнер украшен, что называется, фирменными цветами авиакомпании, но в народе и среди споттеров его называют еще и мишколетом, поскольку хвост украшает белый мишка. То, что касается споттеров. Сегодня здесь работают 36 фотографов. Это профессионалы из Омска, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые из них проехали практически всю Россию в погоне за самыми эффектными кадрами авиалайнеров. Ну вот рядом со мной сейчас находится Ольга Дулова. Она авиацией заболела 5 лет назад и с того времени действительно объехала всю Россию. Скажите, в каких аэропортах вы были и самое главное, что для вас считается удачей фотографа? Самое главное, это поймать красивый самолет при красивом свете. Взлет, посадка, это не сильно важно на самом деле. Я была на севере в Норильске, я была на юге в Симферополе и, соответственно, Урал весь объехала. То есть куча-куча пол-России. В этот раз хочу этим летом двинуть, наверное, в сторону Востока. Ну а то, что касается сегодня. Вот уже что-то сделали, какие-то эффектные кадры, чем уже, может быть, гордитесь? Ну, сейчас поймала кадр на посадке вот данного лайнера. Как раз на фоне города. Такой у меня кадр в первый раз здесь, в этом аэропорту. Я тоже первый раз. Ну, все комфортно? Все получилось. Отлично. Желаем вам еще удачи. Спасибо большое. Но вообще я скажу, что работать мы будем на протяжении всего сегодняшнего дня до половины шестого вечера. В планах встретить еще как минимум два лайнера. Ну а сейчас вот уже спецслужбы аэропорта просят нас удалиться, поскольку этот лайнер вылетит буквально с минуты на минуту. Он должен будет вырулить на взлетно-посадочную полосу. Поэтому я заканчиваю включение, а подробности расскажу в следующих эфирах. Анна? Спасибо, Аня. Будем ждать новых подробностей. Я напоминаю, на прямой связи со студией была моя коллега Анна Кокорина. В Омске лже-соцработник ограбила пенсионерку. В полицию обратилась 89-летняя жительница советского округа. У женщины пропало 130 тысяч рублей. Как выяснилось, к пенсионерке приходила неизвестная женщина. Под видом социального работника незнакомка с порога настойчиво расспросила пожилую амичку о имеющихся родственниках. И после того, как узнала, что хозяйка находится дома одна, проводила ее для беседы в отдаленную комнату. Входная дверь при этом оставалась открытой. И, предположительно, в это время ее сообщница нашла деньги. Как выглядела незваная гостья, пострадавшая описать не может. Помнит только день ее визита. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Амичи смогут использовать автоплатеж для пополнения карт ОМКО. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Опцию можно подключить в приложении Сбербанк онлайн или в банковском терминале. Для этого нужно будет зайти в раздел «Создание автоплатежа», набрать слово «транспорт» и выбрать пункт «пополнение транспортных карт». Пользователям предложат выбрать периодичность пополнения карты и сумму не более 300 рублей. При этом за сутки до платежа придет СМС-уведомление. И от оплаты можно будет отказаться. В департаменте транспорта отмечают, что новая опция будет особенно удобна для школьников, которые часто забывают напомнить родителям о необходимости пополнить карту. Цирк Никулина на Цветном бульваре приехал в Омск с гастролями. Уже в эту субботу состоится премьера масштабного шоу «Воды, огня и света». Для этого в наш город привезли тонны современного оборудования, редких животных и самые зрелищные номера. О том, чем еще удивят московские артисты, на своих представлениях наш материал. Артисты цирка Никулина вовсю готовятся к премьере в Омске. Трюки оттачивают все – пёс Майло, макаки Резус и даже попугаи Ара. В ожидании выступления и сокол, который будет порхать под куполом цирка. Уже в эти выходные все они выйдут на манеж и будут удивлять амичей. Монтаж современного оборудования уже завершен. Всего 40 тонн новейшего света и звука. Украшает арену и 500-килограммовый бархатный занавес, сшитый в мастерских Мосфильма. Одна из главных особенностей программы – единственное в России перевозное фонтанное шоу. Для этого номера под манежку уже залили 70 тонн воды. Технические оснащения современные, суперсвет, суперзвук – это все дает общее ощущение большого какого-то шоу. Но в последнее время шоу считается зритель отдельно, а артисты отдельно. У нас же идет полное взаимодействие, люди тоже вольно или невольно участвуют. Каждое выступление, обещают артисты, будет похоже на маленький спектакль. Во многом именно поэтому шоу «Воды, огня и света» называют одним из лучших проектов российского цирка. Кстати, по традиции цирка Никулина детям до пяти лет вход бесплатный. Никита Гайдаш, Сергей Гаев, 12 канал. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 31 января, по области Ивомске переменная облачность без осадков. Температура воздуха в городе ночью минус 19-21, днем 20 градусов мороза. В районах ночью до минус 22, днем столбики термометров покажут от минус 16 до минус 20. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго.